Пожалуй, главная новость вот истекших суток, на фоне которой даже померкло вот это обсуждение последствий атаки Израиля по Ирану, это теракт на перекрестке Глелот, где араб на грузовике врезался в автобусную остановку, 37 пострадавших, из них один человек скончался чуть позже в больнице, почти половина пострадавших, если не большая часть, это пенсионеры, которые вообще ехали на экскурсию, никакого отношения к военным не имели, хотя теракт, возможно, был направлен против военных. Но сейчас чуть подробнее это дело разберем. Кроме того, продолжается обсуждение последствий израильской атаки по Ирану, там появляется все больше деталей, в частности, выяснилось, каким образом Израилю удалось полностью вырубить иранскую ПВО, об этом, соответственно, тоже поговорим. Но Иран, похоже, урок не усвоил, потому что корпус стражей исламской революции, и вообще вот это военно-духовное руководство Ирана угрожает ответной атакой, и израильские службы безопасности оценивают вероятность этой атаки как очень высокую, и тот факт, что она произойдет в любой момент до американских выборов. Вот тоже важный момент. Ну и появилась одна такая экономическая деталь последствий войны, которая может быть довольно неприятной для Израиля, о ней тоже сейчас упомянем в конце. Всем привет, меня зовут Сергей Услензер, вы на моем канале. Не забывайте, пожалуйста, поддерживать мои видео, это несложно, нужно просто их лайкать, нужно на них реагировать. Лайкать, оставлять комментарии, включить уведомления, подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Алгоритмы Ютуба очень любят именно подписку в момент просмотра. Можно поддержать каналы финансово, задонатить, это тоже очень приветствуется. Кнопка супер спасибо, супер thanks или такое сердечко с долларом, платформа Patreon, ссылка на нее находится в описании к этому видео. И можно стать спонсором канала на Ютубе, есть тоже такая кнопка спонсорства. Все это очень помогает, очень важно, нужно, полезно. И огромное спасибо всем, кто это делает. Итак, теракт на перекрестке Глилот, что самое как бы любопытное, но насколько это слово сюда вообще подходит, это до сих пор официально терактом не признано. Теракт является основной версией, но пока, насколько я понимаю, полиция не подтвердила окончательно, что это теракт. То есть, версия с ДТП все еще существует, но она второстепенная. То есть, теракт по-прежнему на первом месте, версия с терактом. Вчера мы как раз записывали видео, он случился уже после, поэтому он не вошел во вчерашнее видео, но сегодня расскажем. Все это дело совершил некий Раминатур, он араб из Калансу, это такое арабское поселение. Его семья, он вообще работал водителем на Большегрузе в израильской компании, он израильский араб. И его семья говорит, что у него был сердечный приступ, что он вот ехал за рулем, хватануло сердце и он врезался в эту остановку. Но, очень важный момент, его компания, а все компании большегрузные в Израиле, которые эксплуатируют, скажем, автобусы или грузовики, они устанавливают, естественно, GPS-датчики в свои машины, для того, чтобы отслеживать их передвижение. Ну, чтобы водители там налево не работали, чтобы не отклонялись от маршрута и так далее. Так вот, владелец автотранспортной фирмы, которого, естественно, тоже взяли за одно место и начали допрашивать, говорит, что он выехал из Корнейшамрон, вот этот Раминатур, и поехал в Рамата-Шарон. Рамата-Шарон это севернее Тель-Авива. Вот есть Тель-Авив, Герцлия и Рамата-Шарон. Он как бы находится в северо-восточнее Тель-Авива, он там выгрузил тот груз, который он туда доставил. После этого он должен был вернуться на шоссе номер 5, которое как раз в том районе находится, недалеко от этой развязки, и вернуться в Корнейшамрон. Но он вместо этого начал кружить по Рамата-Шарону, довольно долго кружил. После чего выехал на шоссе, соответственно, номер 20 и поехал в сторону Глелот, где и совершил этот наезд. Почему Глелот? Я сейчас не выдам военную тайну. Вы обратили внимание, что все время в это место метятся иранцы и хизбалла своими ракетами. Там находятся базы израильских разведок, скажем так. Там, скажем, штаб-квартира подразделения 8200, там штаб-квартира Омана, там МОСАД находятся, некоторые его базы и так далее. Еще раз повторяю, это открытая абсолютно информация, не выдаю никакую военную тайну. И там много военных всегда находится на этой развязке. Там такой большой торговый центр, мол такой, и рядом с ним большая такая автобусная остановка, ну такая тримпиада, то, что у нас называется. И вот он там врезался в автобус. В этом автобусе приехали пенсионеры на экскурсию. То есть пожилые люди приехали на экскурсию, на Глелот. И вот он в них, собственно, врезался. Поэтому большинство пострадавших пенсионеры, один из них чуть позже, 74-летний мужчина, скончался в больнице. Кроме этого, владелец автотранспортной компании, которой принадлежал грузовик и в которой работал этот араб, сообщил, что в последние две недели на тур начал молиться. Раньше он выпивал и был далек от религии, выглядел неопрятно. А сегодня побрился, приехал ухоженный, спросил меня, как я провел праздник и поехал. То есть, короче говоря, непонятная история. Пока совершенно непонятная, действительно. Нет никаких пока записей, вот проверили его социальные сети, нет особо никаких записей, там касающихся намерения совершить теракт. Вроде он никогда не был в поле зрения полиции, и никто из его родственников особо тоже не был. Поэтому, короче говоря, пока вот версия с терактом окончательно не подтверждена, но по-прежнему является основной. И выглядит все это как минимум подозрительно. Почему он там кружил парамата Шарону. Если человеку за рулем стало плохо, по идее. Человек первое, что должен сделать, остановиться. Для чего он тогда кружил по этому рамата Шарону. Возможно, выбирал цель, но не мог там никого найти достойного, так сказать, достойной цели. Возможно, потом вспомнил про этот биглиот, туда поехал. Трудно пока сказать. Короче говоря, последим тоже за этой историей. Если что-то выяснится, то тогда обязательно скажем. Во всяком случае, полиция. Там, среди прочего, говорили о том, что у него был с собой нож, он выскочил из машины и был убит на месте. Но позднее наличие ножа не подтвердили. У нас парочка была историй, когда в ДТП, реально ДТП происходило, и вытаскивали оружие, и начинали целиться в водителя. Полагая, что он террорист, тот поднимал руки, орал там, что он вообще ни при чем. И действительно потом оказывалось, что это дорожно-транспортное происшествие. Такая обстановка весьма нервозная. Ну и выглядело это все действительно как автомобильный теракт. Еще раз повторяю, последим, посмотрим, чем вся эта история завершится. Ну, вернемся к атаке Израиля по Ирану. Появляется все больше и больше подробностей, как это все происходило, и к каким последствиям это привело. Так вот, британская газета Independent написала, что, во-первых, погибших 26 человек, а не 6, как утверждают иранцы. По всей видимости, все они офицеры и служащие систем противовоздушной обороны, которые находились там на боевом дежурстве, и которые должны были это все дело, значит, отражать героически сионистскую атаку. Но, как пишет Independent, Израилю удалось взломать радарную систему иранской ПВО, и она зависла. Буквально за 5 минут до того, как в атаку пошла первая волна самолетов, и, соответственно, иранцы вообще ничего не видели. У меня эта версия вызывает некоторое все-таки сомнение. Почему? Я сейчас объясню. Потому что иранская ПВО вела огонь. Она пускала куда-то ракеты. Еще раз повторяю. Одно дело полить из зенитной пушки в небо там, куда бог пошлет, а другое дело запустить ракету, когда у тебя нет цели, ты ее просто не запустишь. Некуда пускать, не на что ее навести. Поэтому у меня эта версия вызывает некоторое сомнение. У меня большее доверие вызывает версия, которую я продвигал в одном из предыдущих видео, что иранцам дали на радары ложную картинку обстановки. Не то, чтобы чистое небо, понятно, что когда у тебя бомбы с неба падают, явно оно не чистое, но дали им ложные цели, ложную картинку целей. И они по фантомам практически, по ложным целям пускали эти свои ракеты. Но вполне допускаю, что ее могли и завесить. Первая волна отработала по целям, а вторая уже добивала саму ПВО. В тот момент, когда иранцам удалось перегрузить систему, перезагрузить систему. И вот она там начала функционировать, но тоже в кривь и в кость, естественно. Каковы последствия? И чтобы далеко от ПВО не уходить, атака уничтожила все стратегические ПВО Ирана. Все буквально, все дальнобойные зенитно-ракетные комплексы, это были С-300 и комплексы иранской разработки, еще более дальнобойные, чем С-300, они все были уничтожены полностью. И все радары дальнего обнаружения были уничтожены. На сегодняшний день у Ирана не осталось ПВО дальнего действия, у него остались только ПВО ближнего радиуса действия. Это такие аналоги ТОРов, даже, наверное, ТОРы еще поставлены в раннее российское или еще в советское время. То есть на сегодняшний день эти установки, вот класса ТОР-БУК условно, они для самолетов израильских вообще не представляют опасности. Они не достают на те высоты, на которых они работают. Соответственно, на сегодняшний день Иран абсолютно беззащитен перед повторным налетом. Более того, получается, что на сегодняшний день с юга и юго-запада, если вы посмотрите на карту, где расположен Иран, и откуда Израиль теоретически мог атаковать, то юг и юго-запад Ирана полностью не прикрыты. Это вот граница с Ираком в частности, откуда, возможно, заходили в атаку израильские самолеты. Возможно, нет, мы этого пока не знаем. Так вот, и столица Тегеран полностью оголились. То есть нет вообще никакого прикрытия с этой стороны. Там образовалась одна такая сплошная гигантская дыра вот в противовоздушной обороне. Кроме этого, на восстановление всей этой системы может уйти несколько лет. Это нужно эти системы где-то взять. Опять, россияне могут теоретически их дать, теоретически, прям совсем теоретически, китайцы. Но я очень сильно сомневаюсь, что Китай что-то даст, вот такое какое-то оружие Ирану. Соответственно, только Россия. У России сейчас отчаянный совершенно дефицит систем противовоздушной обороны. А для того, чтобы прикрыть вот эту гигантскую дыру, которая образовалась в иранской ПВО, нужен не один и не два комплекса. Нужно их так штук 15 как минимум. И где их взять в таком количестве совершенно непонятно. Их даже произвести будет проблема с нуля. А уж выдернуть их из войск или снять с позиции, отправить в Иран, как-то вообще странно и маловероятно. Более того, россиянам сейчас и нет смысла их отправлять. Все же видели, что стало с этими С-300. Их просто тупо разбомбили, уничтожили, как будто они стояли выключены буквально. Поэтому Россия вряд ли тут сможет Ирану в чем-то сильно помочь. Своими силами иранцы тоже могут чего-то произвести. Но это годы, еще раз повторяю. А вот столько времени у иранского режима как раз нет. Теперь вопрос в том, как иранцы отреагируют. Естественно, у иранцев по этому поводу приключилась такая биполярка. С одной стороны, они говорят, что сионистский удар вообще не достиг цели, вообще не нанес никакого ущерба. Сионисты промахнулись, трусливо сбежали, значит, и вообще у них ничего не получилось. Окей. С другой стороны, они говорят, что мы нанесем страшный удар, и последствия для сионистского режима будут вообще невероятные. Буквально они такие слова используют. Что это будет буря, которая сметет, значит, эту сионистскую опухоль там с лица Ближнего Востока и так далее. То есть, как бы ущерба нет, но мы, значит, отомстим там со страшной силой и так далее. Израильская система безопасности оценивает вероятность иранской атаки как очень высокую. То есть, по всей видимости, ну, не по всей видимости, а судя по всему, с большой долей вероятности можно ожидать в ближайшее время до американских выборов очередной иранской атаки. У Ирана осталось порядка двух тысяч баллистических ракет. Из них, ну, как минимум половина может достичь территории Израиля. То есть, соответственно, иранцы могут провести пять атак, подобных той, что была, скажем, 1 октября. 200 ракет баллистических в залпе. Поэтому американцы прислали сюда еще дополнительные батареи комплекса ТААТ, развернули их здесь. ТААТ это по некоторым параметрам, ну, я про него уже рассказывал, он по некоторым параметрам даже превосходит систему ХЭЦ. И, соответственно, с наличием вот этих вот батарей ТААДа, ХЭЦ-2, ХЭЦ-3, Проща Давида и так далее, израильская противоракетная оборона существенно усилилась. Израиль, в свою очередь, дает понять, что если иранская атака будет ответная, то мы атакуем Иран вновь. Но атака будет уже не такой демонстрационной, как была вот сейчас. Будет уже по полной программе. То есть, по всей видимости, удару подвергнутся, в частности, и нефтяные объекты в том числе. Поэтому сейчас все как бы вот замерло в ожидании, да, в очередной раз. Мы потихонечку вступаем в такую вот, в такой маятник эскалации. Они по нам, мы по ним, они снова по нам, мы снова по ним. И так вот кому будет хуже. Но пока хуже-то, кстати, иранцы. Что любопытно, кстати, на цене на нефть это все не отразилось. Здесь вот баррель нефти марки Brent упала аж на 3,5 доллара. А баррель нефти WTI, не знаю, что это такое, на 3,4 доллара. Имеется в виду, что израильская атака никак цены на нефть не подбросила. Вообще, есть такое вот ощущение, и об этом говорили в принципе, что страны Персидского залива могут быстро нарастить добычу и быстро компенсировать выпадающую иранскую нефть, если Израиль раздолбает иранские нефтяные и газовые объекты. То есть их можно будет заместить за счет резкого увеличения добычи саудитами, эмиратами, там, Кувейтом, Бахрейном и так далее. То есть это не проблема. Другое дело, что Иран попытается, возможно, попытается нанести удар по нефтяным промыслам, скажем, Саудовской Аравии, но тогда этому режиму конец. Последний раз, когда кто-то попытался даже угрожать Саудовской Аравии, я напомню события 90-91 годов, да, операция «Буря в пустыне», когда Саддам Хусейн что-то там косо посмотрел в сторону Саудовской Аравии, ну, захватил Кувейт перед этим, да, это для него закончилось очень плачевно. Вот то же самое будет и с иранским режимом. Поэтому, по всей видимости, пока иранцы такого действия предпринять не должны, но никогда нельзя вот упускать из виду фактор иррациональности подобных режимов. Вот, в подобных режимах решения принимают люди, как правило, старые, 86 лет это Мухаммин Аи, как правило, очень сильно оторванные от источников информации, и в диктаторских режимах никто не может сказать «нет» диктатору. Вот велено наступать, будем наступать, все, пока люди не кончатся. Мы это сейчас, собственно, наблюдаем. Два с половиной года весь этот кошмар в Украине, который развивается именно вот по такому сценарию. Ну так, в качестве маленькой иллюстрации, Ирак подал жалобу в ООН по поводу использования Израилем его воздушного пространства для нападения на Иран. А Иран требует созыва Совета безопасности ООН по поводу атаки Израиля на его, значит, военные объекты. Вот еще раз повторю эту мысль, что людоеды отлично научились пользоваться системой международных отношений, хакнули ее, взломали и активно ее юзают в своих интересах. Да, никто ведь, Израиль даже не требовал созыва Совета безопасности ООН по поводу атаки Ирана, что первый, что второй, на свою территорию. Потому что понимал, что это бессмысленно, бесполезно. Это все равно не сработает. Даже если там предложат какую-нибудь резолюцию, то Китай или Россия ее витируют. Это, скорее всего, и Китай, и Россия. Поэтому, как бы, все это чушь собачья. Хочется им развлекаться и пытаться там собирать какие-то советы ради Бога. ООН совершенно бессмысленная организация. И вот тот факт, что Гутерреш поехал в Казань, кланялся там кремлевскому фюреру, обнимался с белорусским, выглядел вообще как последнее чмо вот на этом сборище вот этих вот упырей, то это только говорит о том, что, еще раз повторяю, система международных отношений абсолютно себя дискредитировала. Она не работает просто. Вот это вот такой вот замок из песка буквально. Ну и по поводу экономического аспекта войны, про который я вам обещал в самом конце сказать, у нас такая образовалась проблема, что наибольший процент студентов, которые проходят резервистскую службу в Израиле, которые много находятся в армии, соответственно, отстают в обучении, и, возможно, придется продлевать обучение, это и инженеры, и компьютерные науки, то есть это технологические хай-тек направления. До 40% студентов в этих областях служат в резерве, призываются в армию, многие из них пропустят учебный год, потому что они приличную часть времени провели на войне, провели в армии, и это самый высокий показатель среди всех отраслей экономики. Например, вот, например, в университете Бен-Гуриона, это Бершева, юг Израиля, 40% студентов-резервистов, это инженерный факультет, и большинство из них за последний год провели на службе более 100 дней, ну, то есть, тупо выпали из учебного процесса. Ариэльский университет, это в городе Ариэль, 47% студентов инженерного факультета, и 32% естественных компьютерных наук, это резервисты, в университете Бар-Элан 37%, ну, и так далее, и так далее, везде, 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 их там близко к половине, условно говоря. Кроме хай-тека и технологических направлений, еще студенты-медики очень много служат в резерве, скажем, в еврейском университете, это в Иерусалиме, половина студентов-медиков, в Бар-Элане 30%, в Ариэльском университете четверть, 26%. Все это может сделать, точнее, все это может повлиять на то, что хай-тек и технологические направления, то, в чем Израиль был силен, может там поменяться ситуация с наличием специалистов. Из-за того, что они не будут выпущены в потребном количестве вовремя, из-за того, что они отстанут во время резервистской службы, это может создать такой дефицит рабочих рук на рынке, дефицит специалистов. Мы не в первый раз с этим сталкиваемся, но в целом, еще раз повторю, последствия этой войны, экономические последствия, в том числе вот такие, будут еще сказываться на нашей жизни какое-то время. Но это всегда так, это всегда такова цена войны. Спасибо, что смотрите мои видео, не забывайте их, пожалуйста, поддерживать. Увидимся в ближайшее время. Всем пока.